Все, я нажал запись, и мы с вами можем разговаривать. Добрый вечер. Мы, как всегда, с вами с молитвой в сердце приступаем, продолжаем изучение книги Яшуа. И я обещал уважаемому Ефиму, не вижу, он присутствует среди нас или нет, то, что воспроизвести на экране песнь «Лови», которая была написана после войны 67-го года, и в которой победа Яшуа воспринимается как чудесная победа, такая же, как война в 67-м году. И здесь как раз песнь «Перечисление царей» 31-го повежденного царя звучит как песнь. Вот я сейчас попробую это сделать, если у меня получится. Мы с вами быстро сюда выйдем, то мы тогда с вами секунду это сделаем. Наверное, надо сделать вот что, чтобы было правильно. Я сейчас включу «Share». Так, включим «Share». Вот, я не вижу, где у нас. А, вот «Share» включается. Так, теперь посмотрим, что у нас здесь есть. Секундочку одну. Так. «Share». Окей. И это где он мне относится. Вот, а я не вижу, где у меня поднимается эта папка. Ну, допустим, здесь. Нет. Секунду. Немножко неудачно получилось, но я прошу меня извинить. Сейчас уж, если раз так задумано, то мы постараемся с вами это сделать. Ну, я не знаю, что это сделать. Наш что? Кассия. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так что я думаю, что если кто-то понимает ивры, то он услышал, что здесь вся книга Яшуа превращена в песнь. Если кто-то не понял, то, по крайней мере, мы видим, что перечисление царей, которые здесь присутствуют, 31 царя, действительно превращена в победную песню. Это мы с вами посмотрели, теперь мы продолжаем. Вот, секунду, мы делаем Stop Share. И вот еще раз я постараюсь выйти и открыть здесь текст. Окей, Share еще раз. Вот, и теперь мы с вами сделаем Share. И я не знаю, как избавиться от этой картинки теперь. Вот. Окей. Так. Допустим, так. Вот. То, что мне нужно, мне нужен текст. Вот. Я надеюсь, что текст видно сейчас. Вы видите текст? Да, текст виден. Спасибо. Спасибо. Так. Мы с вами говорили о наделах, которые получили сыновья Израиля. И есть особый момент, это Калев, Калев Бен-Ифуне, который просит Иоашуа, чтобы ему было дано то, что обещал Всевышний. Так как Иоашуа и Калев, они не получили свои наделы по жребию внутри своих колен, а получили по слову Всевышнего то, что им было обещано Всевышним. В том числе и наделы тех десяти разведчиков, которые оклеветали землю и были лишены права войти в землю Израиля, умерли в пустыне. Более того, они были лишены надела в земле Израиля. Они и их потомки были лишены надела в земле Израиля. Их получили Иоашу и Калев. И Иоашу достался тот надел, где находится около города Шхем, где находится могила Юсефа. А Калев, как это можно было предполагать, получил в свой наследный отдел, получил Хеврон. И Хеврон, который уже к концу войны оставался незавоеванным. И Калев попросил у Иоашуа разрешения, как бы, войти во владение Хевроном и завоевать его. И вот об этом говорится в 14 главе. «Сорока лет был я, когда Маше, раб Всесильного, посылал меня из Кадеша Барнеа разведать эту землю, говорит Калев Иоашуа, напоминая ему историю 12 разведчиков, двое из которых только сказали, что земля эта хороша очень, и что мы одолеем народы, живущие в ней». Десять говорили, что мы не справимся, что Маше ведет нас на погибель. И вот эти события Калев напоминает. Он говорит, что он был сорока лет. «А братья мои, которые поднялись со мною, вселили робость сердца народа. Я же в точности следовал Богу Всесильному моему. И Кляусу Маше в тот день и сказал, земля, по которой ступала нога твоя, будет наделом тебе и сынам твоим навек, ибо ты в точности следовал Богу Всесильному моему». Мы помним, что значит земля, по которой ступала нога твоя, имеется в виду Хеврон, могилу праотцов и окрестности Хеврона. Мы помним с вами из Торы, из главы Шлах-Леха в книге Мамидбар, что Калев отделился от разведчиков, от десяти разведчиков, от одиннадцати разведчиков, если считать, Иошуа, и направился в Хеврон для того, чтобы молиться на могиле праотцов, чтобы Всевышний спас его от совета разведчиков. Его желание было в том, чтобы молитва на могиле праотцов, которые любили землю Израиля и которые чувствовали ее святость, и которые видели, стоя на земле Израиля, видели все иначе, чем видят все другие люди. Мы помним, что, как говорится в главе, который мы читаем на этой неделе, в главе Хлех-Леха, что когда Авраам пришел в землю Израиля, Всевышний вывел его из шатра, говорится, в пятнадцатой главе книги Берешин, и все комментаторы говорят, что, значит, вывел его наружу, говорится, вывел его наружу, и все комментаторы говорят, что это не вывел его из шатра, а вывел его наружу за пределы как бы Вселенной, дал ему увидеть мир сверху, дал ему увидеть мир по-другому, И сказал, что видишь ты звезды, можешь ли ты сосчитать их, таково будет потомство твое. И с этого как бы начинается заключение союза с Авраамом, дать ему другое видение, видение не изнутри, как бы, а снаружи, общее глобальное видение глазами Всевышнего. Таким же видением обладали и Ицхак, и Яков, возможно, каждый по-своему, но, в принципе, они совершенно видели по-другому мир и ощущали святость земли Израиля, глаза Бога Всесильного на земле этой от начала года и до конца года. Вот так же старались видеть землю глазами Бога Авраам, Ицхак и Яков. И понятно, что человеку, который выходит с разведчиками, на нем лежит большая ответственность, и он должен сказать правду. А для того, чтобы сказать правду, надо увидеть правду, и надо увидеть эту землю по-особому. Проблема разведчиков была в том, что они вошли в эту землю, когда сыновья Израиля оставались за пределами земли Израиля, и божественное присутствие оставалось с ними. И все они видели глазами рациональными, совершенно как бы с точки зрения рацио. Плоды большие, но и крепости высокие, и здесь живут люди крепкого телосложения, часть из них просто представляются великанами. Мы эту землю завоевать не сможем. Так увидели разведчики. Калев должен был также увидеть эту землю, но он благодаря молитве, благодаря своему желанию, он увидел ее по-другому. И пришел и сказал правду, то, что он увидел, что землю эту завоевать можно, потому что он не смотрел рациональными глазами, а смотрел как бы духовными глазами, глазами Всевышнего, глазами того обещания, которое дал Всевышний. Интересно, что Маше молился за Яшуа, но не молился за Калева. Дело в том, что Яшуа находился в тяжелом положении, потому что было известно, что он возглавит завоевание земли Израиля, и если он начнет говорить, что землю эту можно завоевать, то остальные разведчики сразу обвинят его и скажут, а ты хочешь быть главным, ты хочешь, чтобы мы вошли в эту землю и возглавить народ в период войны, и потом стать главным, и конца претензиям не будет. Поэтому Яшуа находился в таком особом положении, и Маше молился за него, что если даже он помолчит, если он будет вынужден молчать, чтобы он, тем не менее, не присоединялся к разведчикам, потому что часто, как мы знаем, молчание – это знак согласия. И поэтому мы и видим, что когда разведчики возвращаются, то говорит Калев, а Яшуа молчит, потому что Яшуа могут возразить. Яшуа только говорит, когда уже после того, как Калев сказал. Интересно, что про Калеву говорится, что он заставил весь народ замолчать к Моше. И в Торе это остается непонятным. Здесь Раше нам объясняет, почему Всевышний дал такое обещание Калеву, и добавил, потому что дух другой был в нем. Раше объясняет, что дух другой был в нем. Он как бы сумел обмануть народ, потому что он сказал, что вот, и не только это нам говорил сын Амрама, и не только нам это обещал сын Амрама, все подумали, что он сейчас будет против Моше, и замолчали. И тут он сказал, что ушла тень их, и что они как народы, которые в земле Канан, они как ман, и только взойдет солнце, они растают так же. И мы, когда придем, придет щена, и они растают, как снег, мы сможем их завоевать. То, что он не только как бы сказал, он сумел сказать, сумел заставить народ его услышать, и за это как бы Всевышний, если так можно сказать, Всевышнему, ему от Всевышнего отдельная благодарность. Но как бы то, что нас здесь интересует в конечном итоге, что ему обещан Хеврон, в котором он был, и в котором он молился Всевышнему, немножко возвращаясь назад, можно сказать, что Моше такую же силу придал Яшуа своей молитвой, как мы с вами говорили, что имя Яшуа было Гоше, а Моше поставил ему букву Ют, и назвал его Яшуа, чтобы на первое место поставить силу, которая символизирует букву Ют, это сила цельного восприятия, не рационального, а интуитивного, в отличие от буквы Эй, которая означает рациональное восприятие. То есть Моше придал Яшуа силу молитвой своей, потому что он был в трудном положении, как мы сказали, а Калев сумел как бы понять проблему и опереться на силу праотцов, и в заслугу праотцов, в заслугу своей молитвы получить вот видение истинное земли Израиля. Интересно, можно напомнить те строки, которые мы с вами, по-моему, вспоминали не один раз, что Раф Кук начинает свою работу урод, свет, света, спектры света, можно так перевести, такими словами. Земля Израиля не является чем-то внешним для сыновей Израиля, она связана с ними сущностной связью, и землю Израиля нельзя воспринимать с рациональной точки зрения. Любая попытка анализировать землю Израиля с рациональной точки зрения не приводит к нужному результату. Духовная сущность, в общем-то, сама по себе земля Израиля, ее нельзя анализировать неправильно, анализировать, применяя точно те же понятия, которыми мы пользуемся для анализа материального мира. И вот, можно представить, что Калеву было 40 лет, прошло с момента разведчиков в пустыне 38 лет, и потом 38 лет, и еще 14 лет завоевания земли, и вот ему уже к этому моменту, как мы видим, 85 лет, когда он обращается к Яшуа. У него, но несмотря на 85 лет, он обладает такой же силой, как и Маше обладал в старости, когда он в 120 лет не чувствовал совершенно, что его силы оставили. Также и Калев, он говорит, еще и ныне я крепок, как и тогда, когда посылал меня Маше, какова была сила моя тогда, тогда такова она и теперь, и для войны, и для того, чтобы выходить и входить, вести народ. Мы можем вспомнить с вами еще про Калева, что в начале книги говорится, что двух разведчиков, которых отправил Яшуа с большим риском в Ерехо, это были Калев и Пенхас, и они справились с своей задачей, и пришли, и рассказали Яшуа то, что было самое важное, то, что было важнее всего. Поэтому достался Хеврон Калеву, сыну Ифунике, Киноизею, в надел до сего дня, за то, что он в точности следовал Богу Израиля, имя же Хеврон прежде было Кириатарба, человека величайшего из великанов, и земля успокоилась, земля успокоилась от войны. После того, как разделение между всеми коленами наделы, то война глобальная прекратилась, и началась война каждого колена за свой участок. Завоевание Хеврона не произошло сразу, оно заняло довольно большое время, потому что Хеврон был сильно укреплен. И, как мы увидим с вами в начале книги Шофтима, он был захвачен, скажем, по примеру или по подобию тех войн, которые вел Махше, он был захвачен чудом, чудом в заслугу Калева и в заслугу изучения Торы Атаниелем Бенкназом. То есть, да, если, скажем, война уже, война во времена Иошуа, и особенно когда колены разошлись, свои уделы переходила в такой реальный пласт, то Хеврон был захвачен чудом. Это то, что мы с вами можем вспомнить про Калева. И вот дальше, скажем, если мы будем пробираться с вами дальше, то мы с вами увидим, что, в общем-то, ни одно колено не справилось со своей задачей, и не изгнала местные, не изгнала кананские племена. Вот, и про колено Юсефа говорится, и не знали они кананеев, живших в Гезере, и жили кананеев среди Ифраимлян, то есть, среди колена Юсефаима до сего дня, то есть, до времени написания книги Иошуа, и стали выполнять повинные работы. Они их все-таки покорили, и они исполняли работы и платили дань, они исполняли работы по строительству для сыновей Израиля, находились в зависимости. Вот, что же тогда, что же тогда плохо в этом? Плохо то, что не заставили их, не обязали их принять на себя исполнение, принять на себя исполнение семи законов сыновей Нооха. Обязательным было три условия для того, чтобы они могли остаться, местные жители, среди сыновей Израиля, то есть, проживая отдельно, но как бы не будучи ихнены. Это принять на себя семь законов Нооха, это принять на себя подчиненное положение, и, то есть, не требовать никаких, скажем, не требовать никаких командных ролей, никаких должностей, не требовать для себя, и исполнять все работы, которые будут возложены на них. Вот работы они исполняли, однако добиться от них, принять на себя семи законов не удалось, и мы понимаем, что, хотя это, в принципе, и большое достижение, покорить эти народы и поставить их в зависимое положение, тем не менее, постепенно они вышли из подвласти сыновей Израиля, и в книге Шофтим мы видим совершенно иную картину. Эти народы, которые, вот как колено Йосефа и другие народы, они их покорили, другие колена покорили народы, которые были рядом с ними, но постепенно они вышли из-под их власти и объединились, и часть из них ушло на север, Хатсор, как мы помним, освободился совсем из подвласти сыновей Израиля, и эти остатки кананеев стали угрожать самому существованию сыновей Израиля в земле Израиля. Так что здесь относительное достижение, оно также намекает и на недостаток сыновей Израиля. Почему это было так сделано? Не хватило, по всей видимости, понимания своей обязанности, не только поставить в подчиненное положение, заставить отказаться от своих идолов, выбросить их, заставить отказаться от своих страшных культов и по крайней мере не осквернять имя Всевышнего, а осквернение имя Всевышнего это не только словами, но это и принесение жертвы идолам. Это все от них не потребовали, это все не было достигнуто. Теперь, мы немножко говорили о наделе Минаше, теперь посмотрим дальше. Вот пример той ситуации, вот пример конфликтной ситуации, о которой вы спрашивали Яшуа с другими коленами. Понятно, что книга Яшуа написана как краткий конспект, и только между срок или в каких-то отдельных местах можно прочитать о настоящих проблемах. Основная задача Яшуа была описать чудеса, которые произошли. Но, тем не менее, мы видим, и проблемы здесь нашли свое отражение, также в книге. Вот в 14-м предложении 17-й главы мы видим. «И говорили сыновья Яшуа с Яшуа, сказав, почему дал ты мне надел по жребию одному и участок один? Я же народ многочисленный, и благословлял меня до ныне Бог». Мы знаем, что Йосеф состоит из Ифраима и Минаше, и они получили два надела. Но они и Ифраим, и Минаше жалуются на то, что почему-то у них оказался надел маленький. Почему же он маленький надел? Это большая территория в центре страны, включающая ключевое такое место, как город Шхем. Что же здесь маленького? Мы видим это из ответа Яшуа. И сказал им Яшуа, если ты народ многочисленный, то поднимись в лес и расчись его себе в земле, Перезеев и Рифаимов, если тесны тебе горы Ефраима. Оказывается, мы представляем себе что, давайте послушаем ответ, и тогда поймем всю ситуацию. «И сказали сыновья Йосефа, недостаточно нам гор, а у всех кинанеев, живущих в долине, железные колесницы, и у тех, которые в Бельшане, и окрестных городах, и у тех, которые в долине Израиль». Долина Израиль, как мы себе представляем, это долина, которая как бы рассекает землю Израиля почти на две равные части пополам. Ее окончание в городе Бельшан, в древнем городе Бельшан, начало, если так можно сказать, у города Мегида. Это плодороднейшая долина, которая как бы находится между двумя горными массивами, туда стекают воды и подземные воды, там масса источников, долина, которая славилась, всегда славилась со своим плодородием. И, казалось бы, сыновья Юсефа и Ефраима Минаши должны были быть довольны такой территорией. Но мы видим, что они жалуются, что они не могут завоевать эти территории, потому что у канонеев, живущих в долине, железные колесницы. Мы с вами говорили, что война на ровной местности представляла большую проблему для сыновей Израиля, потому что канонейские племена и филистимляне, жившие в приморской мнизме, обладали колесницами, которых у них, у сыновей Израиля, не было. И противостоять им на ровной местности колесницам было очень трудно и практически невозможно. Для этого нужна была смелость, решительность Иошуа и чудеса, которые делал Всевышний. Ни того, ни другого колену Ефраима, как таковому, не хватало, поскольку у них не было решительности, смелости достаточной, то они не рассчитывали на чудо. И долина Израиль, они не могли ее обрабатывать, так как там властвовали канонейские племена. И Ашуа тогда говорит им, поднимайтесь в горы и вырубайте леса, и выжигайте пни, расчищайте новые территории и засеивайте их, если вы не можете воевать напрямую с канонскими племенами. Потом, через какое-то время, когда вы укрепитесь, когда вы поймете, что и как можно противопоставить колесницам, вы завоюете долину. Но сейчас у меня нет для вас другого совета. Вы получили большие территории. Часть из этих территорий находится в горах, в горах поросших лесом. У вас на данный момент нет другого выбора, как осваивать эту территорию. Я вам не дам ни другую землю, ни дополнительные земли. И сказал Ашуа, дом Юсефа, и фраиму Минаше, так народ многочисленный, ты и сила твоя велика, ни один зрели будет у тебя, и гора будет твоей, а так как лесиста она, то расчистишь ее, и будут для тебя отроги ее, ибо ты изгонишь-ка на ней, хотя колесница железная у него, хотя силен он. То есть, опять же, ты укрепишься, построишь поселение, станешь сильным, и найдешь возможность противопоставить, противопоставить что-то, и колесница, может быть, пройдет время, подрастет молодое поколение, ты будешь более многочисленным, но это твоя задача. То есть, и можно представить себе, что подобные разговоры у Иоашуа были и с другими коленами, он их подталкивал, он их одобрял, подбодрял, он настаивал на том, чтобы они укрепляли в своих уделах, и ни в коем случае не искали, не искали такого выхода из положения, как заключать договоры, те или иные договоры, кроме то, что мы с вами говорили, договоры, которые предполагают соблюдение семи законов Нооха, подчиненное положение, и службу, то есть налог, и как бы трудовой налог, когда требуется и укреплять города, и перетаскивать камни. Вот, если эти три условия будут совместны, то можно заключать договор, но ни в коем случае не договор, который предполагает какое-либо мирное равноправие. И дальше говорится, что собралась община вся в шило, как мы с вами говорили, да, вот, и оставалось из семь колен, они бросают жребий, жребий как раз для того, чтобы подбодрить и уверить их в том, что вся земля принадлежит им и отдана Всевышним. Мы с вами пробираемся дальше, поскольку мы эти моменты уже отметили. И пробираемся дальше, и посмотрим, что мы можем здесь себе представить. Я пропускаю какие-то моменты, которые о распределении, скажем, городов для левитов, о распределении городов убежищ для тех, кто убил случайно, то есть то, что вы сможете прочитать сами и дополнить, мы как бы эти моменты можем с вами пропустить. Мы говорили с вами, что после семи лет интенсивной войны Иаашуа отпустил Рувена Гады и Минаше в свои уделы, чтобы они так же, как и остальные колена, укреплялись в своих уделах. И подходим мы с вами к 23 главе, и здесь говорится, и было спустя много времени, после того, как Бог успокоил Исраэль от всех врагов, его со всех сторон, а Иаашуа состарился. Мы помним, что Иаашуа жил 28 лет в земле Израиля, и события, о которых говорится, происходят где-то за два года до его смерти. Иаашуа прожил 110 лет и всегда как бы обращают внимание на то, что Маше прожил 120, и Иаашуа 110. И здесь есть разные комментарии, Медрашим, которые как бы следует понять не в прямом плане. А есть Медраш, который говорит, что Иаашуа знал, что после того, как он завоюет всю землю, он умрет, поэтому он не торопился завоевать всю землю. Я думаю, что если у него даже была такая мысль у Иаашуа, она была как бы не на первом плане, а на десятом и на двадцатом плане. Мы видим, что Иаашуа торопил все колено, он прикладывал для завоевания земли, он прикладывал массу усилий, и то, что его огорчало больше всего, это то, что колено не торопится, не прикладывают достаточных усилий. И поэтому здесь по, скажем, по простому смыслу, если так можно сказать, не по метражу, а по простому смыслу, следует понимать, что Иаашуа состарился, мы видим, что колено был полон сил, когда ему было восемьдесят пять лет, Иаашуа также мог быть полон силы до ста двадцати, как Маше, но про него говорится, что он состарился, и это больше не физически, возможно, это нашло отражение на его физическом состоянии, но больше не физически, а морально. Когда человек состарился, что значит человек состарился, он видит, что он не успеет и не может, у него нету силы, не успеет сделать все, что он хотел сделать, его оставшиеся годы жизни не позволят ему завершить его дело. Вот в этом плане Иаашуа состарился, его это очень печалило и угнетало то, что он не может завершить завоевание земли Израиля. Что делает Иаашуа? Ход совершенно неожиданный за два года до его смерти. И призвал Иаашуа весь Израиль, старейшин его, и начальников его, и судьи его, и надсмотрщиков его, и сказал им, состарился и я вошел в преклонные лета. Вы же видели все, что делал Бог, Бог ваш. Мы можем представить себе, немного забегая вперед, что Иаашуа не скажет, что я застарился, я не могу выводить вас и входить перед вами, и пусть такой-то и такой-то заменит меня, на нем будет пребывать Божественный Дух, я его благословляю и так далее. Этого не происходит. Иаашуа не назначает преемника. У него, мы знаем, что у него нет сыновей, но это как бы не вся проблема, потому что Маше, например, не назначил никого из своих сыновей на такие выдающие руководящие должности. Он назначил Иаашуа, также Иаашуа мог выбрать кого-то из своих достойных учеников. Мы не слышим, чтобы у Иаашуа были ученики. У Маше был Иаашуа, безусловно, и Иаарон, и сыновья Иаарона, и старейшины, все они были учениками Маше. Про Иаашуа мы такое не слышим. И его судей надсмотрев его и сказал им, состарился и обошел у преклонной лета. Вы же видели все, что сделал Бог, Бог ваш со всеми этими народами перед вами, ибо Бог, Бог ваш сам сражался за вас. Он даже Иаашу не напоминает им о чудесах, произошедших в Египте, так как чудеса, произошедшие перед глазами этого поколения, они вполне и вполне сравнимы с тем, что происходило в земле фараона, с теми чудесами, которые сделал там Всевышний для сыновей Израиля. Смотрите, я бросил вам в жребии оставшиеся народы эти, в надел коленом вашим и истребил все народы от Ярдена до Великого моря к закату солнца, говорит Иаашуа, как бы передавая передавая слова Всевышнего, он не говорит, что я истребил здесь Я, бы должно было быть большой буквы. Не знаю, может быть, и с маленькой на самом деле я как сейчас засомневался, но давайте оставим этот момент. Бог ваш сам вытеснит их от вас и прогонит их от вас и вы завладеете землей и, как говорил вам Бог, Бог ваш, то есть я сделал уже свое дело, теперь следующее поколение Всевышний вам поможет, он вытеснит их, вытеснит, почему до сих пор не вытеснил? Только потому, что не было вашего желания. Если будет ваше желание, если будет ваша настойчивость, он вытеснит их. Будьте же очень тверды, чтобы хранить и исполнять все написанное в книге Торы Маше. А что же там написано в книге Торы Маше? Мы можем подумать, что речь идет о субботе, о празднике Песах, о Тфелин, о Кашруте. Это все, само собой, разумеется, Иошу не будет напоминать об этом. В Торе Маше написано, чтобы полностью истребили и до поклонства в земле Израиля. Маше говорит об этом в своих последних наставлениях в книге Дворим, несколько раз возвращается к этому, завещая сыновьям Израиля полностью истребительство, поклонство в земле Израиля. Это главное для всего народа. Суббота это соблюдает каждый и каждый, Тфелин надевает каждый и каждый, Кашрут соблюдает каждый и каждый. Это личные заповеди, обращаясь ко всему народу, Иошуа напоминает о той заповеди, которая лежит на всем народе. Самое главное истребить и до поклонства в земле Израиля полностью. Чтобы не приобщаться к народам этим, к этим оставшимся между вами, ими имени божеств их не вспоминайте, и ими не приводите, и ими этими именами не приводите к присяге, и не служите им, и не поклоняйтесь им. Иошуа говорит о тех проблемах, которые уже назрели. Он смотрит немножко вперед, и он понимает, что результат того, что не знали эти народы, или то, что не обязали их, оставили их, не обязав их принять на себя семь законов Ноаха, приведет к тому, что будет, так сказать, культурный обмен. Ну, эти народы научатся чему-то у сыновей Израиля, но сыновья Израиля научатся чему-то у этих народов. Проблема сыновей Израиля была в том, что мы видим по всей эпохе первого храма, что сыновья Израиля не понимали, насколько опасно, насколько опасно идолопоклонство, насколько оно быстро и незаметно через обычаи, которые усваиваются, насколько оно проникает в среду еврейского народа. Они это народы, которые жили на этой земле, они знали ее особенности, они умели ее обрабатывать и сыновья Израиля смотрели на них, учились у них и вместе с тем они учились, что нужно поставить какую-то фигурку на этом поле, большую или маленькую и возлить перед ней масло, а может быть зарезать перед ней барана, для того, чтобы урожай был лучше, так, как делают эти народы. И вместе с такими навыками общими выходили обычаи идолопоклонников очень быстро. Это уже начинает происходить, а Иошуа смотрит на шаг вперед. Он еще раз, он понимает, что одно само по себе то, что не обязали эти народы отказаться от этого поклонства, оно представляет огромную опасность для сыновей Израиля. Они не только не смогут повлиять на весь мир и распространить знания о едином Боге, они окажутся сами под влиянием идолопоклонников. Только Богу всесильному вашему прилепитесь, как делали вы до сего дня. И прогнал Бог от вас народы великие и сильные, а вы не устоял никто перед вами до сего дня. То есть ни один народ не смог устоять перед вами до сего дня. Нечего с ними заключать союзы и нечему у них учиться. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Яшуу приходится напоминать об этом, потому что это начинает забываться. Все победы великие начинают забываться, и народы, которые вокруг, они уже не кажутся побежденными, бежавшими, спрятавшимися иногда даже в пещерах где-то, не только за стенами городов, не столько за стенами как перещерах, они уже начинают забываться, эти великие победы. Берегите очень души ваши, чтобы любить Бога всесильного вашего, ибо если вы отвратитесь от Бога и пристанете к остатку народов этих, которые остались при вас, и породнитесь с ними, и будете приходить к ним, и они к вам, то должны вы знать, что не будет больше Бог ваш прогонять народы эти от вас, но будут они для вас западной и сетью, бичом для робер ваших и тернием для глаз ваших, доколе не будете истреблены с этой доброй земли, которую дал Бог ваш. То есть те, так же, как говорится в главе Мишпатим, что если вы не истребите эти народы, то они будут воевать с вами за землю вашей. И Раши подчеркивает, что они будут воевать за землю вашу, не только за землю, на которой они живут, они будут воевать за землю, на которой вы живете и будут стремиться вас изгнать с земли этой, так же, как здесь Яшуа Маша говорит, что они будут шипами под ногами вашими и колючками в глазах ваших. Шипами под ногами понятно, что вам будет трудно ходить по этой земле, повсюду на вас будут нападать, разбойники, повсюду у вас будут препятствия, что значит, колючками в глазах ваших, вы перестанете что-либо понимать, если вы будете жить вместе с ними и вольно или невольно усваивать их обычаи. И мы видим, что Яшуа начинает с одного, помните о чудесах, о которых вы начинаете забывать, переходит к другому, к следующему шагу. Вы будете жить с ними бок о бок, это кончится тем, что вы будете ходить к ним в гости, они будут ходить к вам в гости, вы будете ходить к ним в гости, вы будете есть за столом, на которых принесли жертвы идолам, может быть, вы не будете есть от самой жертвы, потому что вам запрещено, но вы будете сидеть за тем же самым столом, потом это кончится тем, что вы будете заключать браки с ними, у вас уже будут общие семьи, да, и тогда Всевышний не изгонит их, и процесс пойдет до конца. Вы будете вынуждены оставить эту землю. И вот, говорит Иашуа, отхожу я ныне в путь всей земли. «Познайте же всем сердцем вашим и всей душой вашей, что ни одно слово не было упущено, и всех добрых слов, которые говорил Бог, Бог ваш о вас, и все сбылось для вас, не упущено было из того ни одного слова, и самое главное, всякое место, где наступит нога ваша, отдам я вам». Все, что было обещано, было сделано. Если где-то процесс затормозился, то только из-за того, что из-за вашего неверия в Слово Всевышнего и как результат отсутствия решимости и желания продвигаться и двигаться дальше в освоении земли и в изгнании народов, которые живут на этой земле. «И будет, как сбылось над вами всякое слово доброе, которое говорил вам Бог, Бог ваш, так наведет Бог на вас всякое зло, доколень не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Бог, Бог ваш». Как говорил Маше, то, что собирался сделать Всевышний им, он сделает вам. «Если вы переступите завет Бога, Бога вашего, который Он заповедовал вам, и пойдете и будете служить иным божествам, и поклоняться им, и то возгорится на вас гнев Бога, и исчезнет скоро с этой земли доброй, которую Он дал вам». С этими словами Иоашуа обратился ко всем сыновьям Израиля, а дальше говорится, что этим он не ограничился. Это слова, которые он, по всей видимости, велел передать через посланников или написал письмо с этими словами, которые посланники зачитали перед всеми коленами. А дальше говорится, «И собрали Иоашуа все колены Израиля в шхем», потому что этого обращения оказалось недостаточно. Ему показалось, что оно, и показалось, наверное, справедливо показалось, что оно не было воспринято полностью, и тогда Иоашуа идет на следующий шаг еще более резкий. Первый шаг это был, «Я вам говорю, что будет, если вы пойдете по тому пути, на который вы уже встали». Следующий шаг. «И собрал Иоашуа все колены Израиля в шхем, и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей его, и надсмотрщиков его, и предстали они перед Богом». Все комментаторы спрашивают, почему Иоашуа не привел сыновей Израиля в шелок, шатру собрания, как было принято собираться перед входом в шатер собрания. Ответ привел их в шхем. Ответ здесь самый простой такой. Вот мы сейчас с вами попробуем вспомнить, что же там было в шхеме. Прежде всего вернемся к тому месту, где сыновья Израиля перешли в Ярден. Мы с вами помним, что это место христиане отмечили такой часовней. И оно называется по-арабски, оно называется сегодня известное его название, как Каср-Эли-Гуд. Камни евреев, потому что на этом месте были положены камни, которые были под ногами сыновей Израиля, когда переходили Ярден. Но Машеев завещал положить эти камни на горе Иваль и написать на них всю Тору. Поэтому на этом месте эти камни были забраны на гору Иваль, а на этом месте были положены похожие камни из Ярдена, для того, чтобы всякий, кто видел это место, вспоминал о чуде перехода через Ярден. А камни по завещанию Маше были положены в жертвенник, на котором, как мы помним, жертвенник, возведенный на горе Иваль, и на котором были, который был обмазан известью. Всего было 12 камней, это не все камни, которые были под ногами у Каэнов, которые держали ковчег, когда воды Ярдена остановили. Здесь есть, естественно, и другие камни. Но камни эти из Ярдена были положены в этот жертвенник, и на нем была написана вся Тора, и вот на это место привел Яшуа, сыновей Израиля. Потому что, когда колены стояли на этих камнях, как вы помните, все колены переходили через Ярден, то мы с вами помним, мы с вами помним, что Яшуа обязал все колено поклясться, что если они изгонят народы, которые в земле Канаан, то будет им благословение. Если же нет, то воды, стена воды, остановившуюся реки Ярден, которую они видят, она сейчас упадет, и накроет и Яшуа, и весь народ. И когда Кагены стояли на этих камнях, звучало это клятва, это обязательство изгнать все народы из земли Канаан. Только с таким условием Всевышний был готов отдать землю Канаан. И поэтому, для того, чтобы напомнить эту клятву, напомнить о том, что они ее давали, Яшуа привел их не в шило, а привел к жертвеннику, привел к городу Шхем, привел к городу жертвеннику, к жертвеннику, в который были вложены эти камни, и на котором была написана вся Тора. Эти камни, напоминавшие о клятве изгнать народу, это как бы основа Торы. Нету этого отделения от народов, и в данном случае обязанности изгнать из них, если она не исполняется, нету Торы. И Яшуа здесь рассказывает сыновьям Израиля «Историю всего народа», которую часть из этого текста приведена в Пасхальный Агадеице. Вы вспомните, вот здесь говорится, он обращается к народу и говорит так. «За рекой жили отцы ваши из древлетерах, отец Авраама, отец Нахора, и служили божеством иным, но Я взял отца вашего Авраама из реки той, и водил его по всей земле Канаан, и размножил семя его, и дал ему Ицхак, и дал Ицхаку Якова, Исавы и так далее». Он рассказывает о том, как Всевышний постоянно посылал руководителей для того, чтобы сформировать народ. Но в Пасхальной Агаде это приводится для того, чтобы напомнить, что начало изначально происхождение Авраама, семья Авраама, они были идолопоклонниками. Для этого это приводится в Пасхальной Агаде. И у Вашего такое же самое намерение сказать, что изначально семья Авраама была идолопоклонниками, и Всевышнему, если так можно сказать, потребовалось много усилий, чтобы на протяжении многих лет сформировать народ, который идет за единым Богом. Это все он им пересказывает и пересказывает чудеса, которые были сделаны для этого поколения. И стали воевать с вами хозяева Иерихо, и Морейцы, и Перезеек, и Нанеи и так далее. Но я придал их в руки ваши и послал я перед вами шершней, то, о чем мы не читали, то, о чем Яшу не упоминал, но Маше обещал, что он пошлет мух, которые выкурят из пещер. И если будут остатки народов прятаться в пещерах, они их выкурят из этих пещер, они будут вынуждены выйти оттуда, и падут от руки воинов сыновей Израиля. И оказывается, это происходило, и это чудо было, и прогнали они их от вас, всех двух царей и Морейских, ни мечом твоим, ни луком твоим. И я дал вам землю, над которой ты не трудился, и города, которых вы не строили. То есть он напоминает о всех милостях Всевышнего. «Теперь же», говорит Яшуа, «теперь же бойтесь Бога и служите Ему искренне и истинно, и отверните божества, которым служили отцы ваши за той рекой, и в Египте, и служите Богу». То есть Яшуа говорит о том, что, опять же, что начало сыновей Израиля, терах и какую-то часть жизни Авраам, это и дообоклонство. Отвергните, отбросьте этих богов, почему нужно говорить об этом. Яшуа намекает, «Послушайте, у вас один и тот же корень, что и у народов, которые окружают вас». Вам нужно сделать, вам нужно вспомнить всю историю, как Всевышний трудился, чтобы оторвать вас от этого поклонства. Не только от этого поклонства, но и от обычаев, и от представлений идолопоклонников. Какие чудеса он вам сделал, вам нужно сделать, приложить усилия для того, чтобы оторваться от этого общего корня, который есть, связывает вас с этого поклонниками. И послушайте, что говорит Яшуа дальше. «Если же зло в глазах ваших служить Богу, то изберите себе ныне, кому служить вам, божествам, божествам ли, которым служили отцы ваши. Вернитесь туда, до Авраама, к тераху вернитесь. Все в ваших руках, бывшие за рекой, или божествам и морейцев, в земле которых вы живете. А я и дом мой служить будем Богу». Что он говорит Яшуа? Какие признаки еще есть? Где оно, это идолопоклонство, которое распространяется среди сновей Израиля? Он смотрит вперед и говорит, поскольку вы не изгнали эти народы, вы, я вам говорю, вы в чем-то ментально близки к ним, вы не видите в них такого зла, с которым невозможно вместе существовать, вы с ними соединены той связью, которая уходит куда-то до Авраама, к тераху, это где-то в ваших генах. И если хотите, служите этим идолам. Я устал, говорит он. Я устал вас уговаривать. Я устал вам, я вас устал предупреждать, чем это все кончится. А я и думаю, служить будем Богу. Всегда найдутся люди. Он как бы говорит, как Маше, когда он спустился с горы Синай и увидел Цельца, он говорит, кто за Бога? Милый Гаше Милай, кто за Бога? Ко мне. Присоединяйтесь ко мне. Я буду служить Богу. Всегда найдутся люди, которые будут служить Богу. Вы делайте, что хотите. Я больше не могу. Это крик души. И отозвался народ и сказал, да не будет такого, да что ты, о чем ты, чтобы оставили мы Бога, дабы служить божеством иным. Что же ты здесь такое говоришь? А что он говорит? Он говорит то, что он видит и то, что на самом деле потом произошло. Ибо Бог, Бог наш, тот, который ввел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, вон где наше начало. Мы вышли из земли египетской, да, мы отделились от этого поклонников, и который делал при глазами нашими те великие знамения и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. И прогнал от нас Бог все народы, и морейца, и сказал Яшуа народу, не посильно вам служить Богу, ибо он Бог святой, Бог ремнитель, не потерпит он беззакония ваши и грехов ваших. Если вы думаете, что вы будете служить Богу немножко, то вы глубоко ошибаетесь. Служение Богу требует полной самоотдачи. И если вы один день будете служить Богу, а другой день божествам, это вас не спасет. Если вы будете служить Богу, а в уме держать, что есть еще какие-то силы, которым нужно поклоняться, это вас не спасет. Если вы оставите Бога и будете служить божествам чужим, или, или, или всевышние, или божества чужие, он опять наведет на вас зло и истребит вас после того, как он благоволил к вам. И сказал народ Яшуу, нет, мы Богу служить будем. И сказал Яшуу народу, вы сами свидетели себе, что избрали себе Бога, чтобы служить ему. Он говорит, если так, то то, что вы сказали, это клятва. Это клятва, которую вы произнесли добровольно. Сейчас над вами не висела сейчас над вами не висела гора Синай, и никто не говорил вам, что если не примете Тору, то эта гора Синай опустится на вас. Вы сами сказали это. И сказали они свидетели, хорошо, и преклоните сердце ваших Богу, Богу Израиля. И сказал народ Яшуа, Богу всесильному нашему будем служить. И заключил Яшуа союз с народом в тот день и определил ему устав и закон в шхеме. То есть те правила, по которым должен жить народ. Не отдельный человек, а народ. да, и было после этих событий умер Яшуа, сын Нуна, раб Бога, булочи 110 лет, и похоронили его в границах его надела в темнат цехар. Темнат цехар напоминает о темнат церах. Церах это солнце, одно из названий солнца, напоминает о том, что это человек, ради которого остановилось солнце, или по слову которого остановилось солнце, да, что на горах в Экфраимах, на севере от горы Гааш, на севере от вулкана. Нет никакого такого вулкана, да, это, как часто бывает, название места указывает на события, намекает на события, которые происходили. И служил Израиль Богу во все дни Яшу, во все дни старейшин, которые долго жили после Яшу, и которые знали всякое деяние Бога, а потом Израиль стал постепенно отходить, поскольку когда следующее поколение уже, которое за Яшу, оно закончило свое существование, через одно поколение начали отходить от Всевышнего. Давайте поговорим о смерти Яшу. У нас осталось очень мало времени, но я бы хотел все-таки закончить эту тему. прежде всего обратимся опять же к тому, что нам пишет Раф Кук в своей работе, которая называется «Дмаот алядам кашер» «Слезы по праведному или, по крайней мере, кашерному правильному человеку». Он говорит так. Старейшины поколения периода завоевания Земли говорили, и он приводит из Гемары Баба Батра приводит «Лицо Маше излучало свет, подобный солнечному, а лицо Яшуа подобное лунному. Подобное отношение к Яшуа возмутило мудрецов Талмуда, и они сказали». Это говорит Раф Кук как бы подчеркивает некоторые моменты из-за годы, говорит таким образом, мудрец Талмуда сказали «Горе тому, кто пренебрег им, горе тем, кто так опозорил его». Это никакая неположительная характеристика, то, что лицо Маше как солнце, лицо Яшуа как луна, это глубокое непонимание Яшуа, его заслуг, его пути, его пути в Торе, которые отмечают Баба Батра. Это слова из Баба Батра, из Гемары, что горе тому поколению, которое так охарактеризовало Яшуа. Яшуа никакой не лунный, никакой не лунный свет. он по своим деяниям равен Маше. Если Маше поднялся на гору Синай и принес для сыновей Израиля Тору, то Яшуа завоевал для сыновей Израиля землю Израиля. Если люди не могли представить, что воин и мудрец Торы, тот, кто прокладывает путь на все поколения вперед, тот, кто говорится Всевышним, он же и воин, если они не могут понять, что эти вещи совместимы, это их проблема. Яшуа Маше оказался более сильным, чудеса, которые были для него, были более сильными, и вот сравнивали Маше и Яшуа, и это сравнение получалось не в пользу Яшуа, Равкук, опираясь на Гемару, говорит, это проблема людей, а не проблема Яшуа, то, что они не смогли понять его. Тут я какие-то слова написал, давайте просто как комментарий, непонимание Яшуа и глубины его Торы стало причиной отсутствия у него близкого ученика, которому он мог передать Тору во всей Паланте, так же, как Маше. это хорошо, это хорошо, вот, то есть, про Маше говорится в Перке, что он передал Тору Яшуа, а про Яшуа говорится, что он передал Тору старейшинам, то есть, не было у него того ученика, который действительно бы просто полностью усвоил его учения, но здесь Рав Кук, вспомним, что он говорит о Гар-Гааш, о вулкане, на котором поговорили, похоронили Яшуа, никакого вулкана не было, а просто земля на духовном уровне на неуважение к Яшуа, недопонимание Яшуа отреагировало как вулкан, она сотряслась, может быть, этого не почувствовали, может быть, почувствовали только те, кто чувствует духовное, так сказать, трясение земли, духовное землетрясение, но оно на духовном уровне было подобно вулкану, все то, что осталось непонятым, все прорвалось как землетрясение и как дрожание земли. Давайте оставим несколько минут на вопросы, я останавливаю Шер, если что-то хочется спросить, пожалуйста, я попытаюсь ответить. Равзеев, можно такой вопрос, пожалуйста? Да, да. Вот предыдущие слайды показывали, там речь от кончиня Яшуа и упоминалось, что были захоронены также кости Иосифа в шхеме. Да. Пытаюсь понять взаимосвязь, почему вдруг это произошло. Очень хорошо, да, я немножко уже тороплюсь, поэтому я не все как бы успел, давайте мы сейчас посмотрим. Кости Кости Яшуа, Кости Иосифа, значит, во-первых, давайте мы посмотрим с вами могилу Яшуа, она находится недалеко от города Ариэль в центральной части Шомрона, да, вот, и туда она находится в средине арабской деревни, к сожалению, туда доступ возможен только с армией по заколосованию с армией, но туда приходят молиться, я также ездил туда молиться, вот, на могилу Яшуа, недалеко от могилы Яшуа, там же, в том же месте находится могила Калеба, бен Ифуне, вот, и как бы это упоминание, скажем, напоминание о том, что мы с вами разобрали, а вот здесь мы видим с вами могилу Иосифа, который был похоронен возле Шхема, на том поле, который купил Яков. Сегодня к этой могиле доступ также возможен только вместе с армией. В свое время до договора Фосла там существовала Ешива, раба Гинзбурга, человека очень самого по себе интересного и великого каббалиста, и человека, который самоотверженно сражается за землю Израиля на всех уровнях и на духовном и на физическом. После договора Фосла Ешива закрылась, и это осталось только местом молитвы, куда иногда приезжают в последнее время туда приезжают тысячи людей на могилу Юсефа возле Шхема. Почему говорится в конце книги, в конце книги, как мы с вами видели, давайте еще раз поднимем текст, о икости и Сефа, которые вынесли сыны Израиля из Египта, захоронили в Шхеме на участке того поля, который купил Яков у сынов Хамора отца Схема. За сток ситы достался он сынам Юсефа в надел. И как добавление говорится о том, что когда умер Эляазар, сына Аарона, его также похоронили там же, где Пенхаса и в горах Ефраима. Что мы можем здесь сказать? Почему говорится о захоронении Юсефа в конце книги и именно Юсефа, хотя вынесли останки всех братьев и захоронили каждого в уделе, который получили колено. Мы понимаем, что говорится о том, что круг как бы замкнулся. Изгнание началось с того, что братья продали Юсефа, и это произошло возле шхема. И вот теперь круг замкнулся. Кости Юсефа возвращены почти на то же самое место, откуда он был продан. И по идее должна начаться новая история, но единство Израиля, единство земли Израиля, единство идей, которые движут колено, все колено Израиля вперед. И поэтому этим и кончается книга. И знание начинается с того, что Юсеф оказывается в Египте, и он поначалу хочет исправить Египет, потом он говорит, вынести мои кости отсюда, завещает своим потомкам, вынести мои кости отсюда, потому что он понимает, что ничего нельзя исправить. И вот книга Яшова кончается упоминанием о том, что эта клятва была исполнена и как бы поставлена точка на определенном участке истории. Теперь я понимаю, что вы текст не видите, но не важно, хорошо, я его прочитал просто. Теперь если что-то хочется еще спросить, пожалуйста, если вопросов не набралось, мы с вами, по-моему, очень интенсивно с вами проработали несколько тем, вот, и постараемся в следующий раз перейти к книге Шофтин, в общем-то, наверное, самой сложной книге из первых пророков. Вот, и желаю всем успехов, и жду уже следующей встречи с вами. Вот, всего доброго, если кто-то что-то не успел, пишите вопросы в письменной форме. Так, я останавливаю запись. Вот. что, altar Продолжение следует...